Долучим до нашего эфира пана Игоря Яковенко, журналиста, социолога, политичного эксперта, политичного глядача. Хотел бы запросить ее до нашего эфира и привитать. Здравствуйте, Игорь Александрович, рад приветствовать. Здравствуйте, Юрий, взаимно. Вы знаете, вот накануне нашего с вами эфира издание Reuters сообщило о том, что Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах в марте, что позволит ему оставаться у власти как минимум до 2030 года. Сообщили шесть источников. Они говорят, что новость о решении Путина уже просочилась, и советники сейчас готовятся к предвыборной кампании и выборам Путина. Конец цитаты. Как вам новость? Вы удивлены? И кто это будет, Путин или его двойник участвовать в этих выборах? Все-таки давайте расставим все точки. Сначала я, можно я на первый вопрос отвечу? Я просто потрясен. Никто никогда не было, и вдруг опять, как говорил бессмертный Черномырдин, все-таки хорошо, что он был в Украине послом, он как-то органично со своим юмором вписывался в Украину. Ну, а что касается вот этого сенсационного сообщения, что оказывается, неожиданно, никто не ожидал, что Путин будет участвовать в выборах. Только где он нашел выборы. Ну, это ладно, это все действительно пустяки. Это, ну, скажем так, дважды, два-четыре, Волга впадает в Каспийское море, Путин опять будет участвовать в мероприятии избрания себя на веки вечные. То есть, это все такие банальные какие-то вещи, что происходит в России. В России опять выбирают Путина на вечное царство. Это вот в последнее время, так же, как в свое время говорили, что происходит в России. Воруют и выбирают Путина. Вот, теперь еще появилось такое, что в России происходит. Воруют, воюют и выбирают Путина. Вот три вещи, которые бесконечно происходят в России в последнее время. Что же касается двойников, ну, я не знаю, если у вас, Юрий, есть желание на эту тему поговорить, я же не против. Но вот у меня никакого желания нет, потому что, ну, опять очередной раз слушать бредни профессора Соловья про то, что, значит, Путин умер, что он лежит в холодильнике, периодически оттуда вылезает. Видимо, все-таки профессор Соловей как-то непрочно закрыл дверь в холодильнике, Путин оттуда все время вылезает и выходит, и начинает ерунду какую-то говорить там. То насчет, значит, насчет Александра Невского, то еще насчет чего-то. В общем, короче говоря, надо плотнее закрывать дверь в холодильниках. Это, ну, помимо всего прочего, мороз же выходит. Это вместе с ним выходит, вот вылезают такие зомбаки, как Путин. Вот, ну, как бы так, было бы, конечно, смешно, но я вообще практически не удивлюсь. Я, более того, я почти уверен в том, что вот эта история с трупом Путина, она согласована с самим Путиным лично. Вот, и во всяком случае, то, что профессор Соловей в своей московской квартире совершенно спокойно ведет вот такие разговоры, показывает, достаточно убедительно свидетельствует о том, что это все-таки вещи, либо напрямую заказанные Кремлем, и все-таки, возможно, что, ну, либо согласованные с ним, как минимум. Потому что, на самом деле, за гораздо меньшие вещи, в общем, люди оказываются в тюрьме, а профессор Соловей совершенно спокойно в своей московской квартире вот рассказывает такие вот ужасные вещи про смерть Путина, про двойников и так далее. Ну, сказки... А мы обращали, кстати, к Валерию Дмитриевичу с этим вопросом, как так получается действительно, и он сослался на то, что он находится под покровительством, так сказать, неких сил, ну, проще говоря, для понимания наших зрителей, крыши. Ну, на самом деле, это явка с повинной, это прямое утверждение о том, что он на самом деле является просто человеком, сотрудничающим со спецструктурами и выполняющим их заказы. Ну, надо прямее говорить такие вещи, значит, что такое крыша, да? С какой стати? Вот, я не знаю, вас ФСБ крышует? Я сильно подозреваю, что нет. Меня тоже нет. Поэтому вот мне пришлось уехать из России. А профессора Соловья крышует? За что? В обмен на что? Ну, крыша ведь дается, ну, если как бы возвращаться вот к этой терминологии, значит, там, времен 90-х, да и нулевых тоже, и сегодняшних, крыша ведь, она за что-то дается, либо за деньги, либо за услуги. Какие конкретно услуги оказывает профессор Соловей своей крыше? Ну, вот такие вот услуги, постоянными рассказами о том, что Путин умер. Вот, и за счет этого потом Песков его опровергает. По этому поводу разгоняется вот этот миф о величии Путина, о том, что вокруг него вся планета крутится и так далее. То есть, это выгодно все. Это все вот некий такой вот шум конспирологический, который чрезвычайно выгоден Кремлю. Игорь Александрович, вот буквально, я просто не планировал эту тему обсуждать, но одно уточнение и двигаемся дальше. А зачем? То есть, с какой целью он распространяет подобную информацию на вас? То есть, какая в этом выгода, какая польза в этом, лично для Путина, если это с ним согласовано? Ну, смотрите, насчет пользы лично для Соловья, я думаю, что нет никаких сомнений в том, что мы сейчас его упоминаем. Мы сейчас поднимаем его рейтинг. И благодаря тому, что он сообщает постоянно на протяжении нескольких лет, он сообщает о том, что Путин умер или умирает, он поэтому становится интересен, это сенсация, скандал. Ну и, в общем, короче говоря, его зовут на всякие каналы, повышают его капитализацию. С этим все понятно. Для Путина тоже совершенно очевидно. Значит, это, во-первых, разговоры о том, что, значит, Путин умер, потом выясняется, что он жив. Понимаете, это интрига, которую постоянно опровергают, и вот наш дорогой, всеми любимый Путин, он на самом деле не умер, он жив, какое счастье и так далее. То есть, это интрига. Это как бы вот такая сценарная придумка, которая позволяет, с одной стороны, вот постоянно Путин – это величие, Путин – это, так сказать, наше все, с другой стороны, вот слухи о том, что он умер, они создают вот такую вот изюминку во всем этом мифе о великом Путине. То есть, ну, это такая вот, такая вот вишенка на торте. Я думаю, что это все организовано в том числе в администрации российского президента. Вот такая вот конспирологическая история. Тем более, что роль вот этого сказочника, она отводится человеку, который находится якобы в оппозиции. Вот в такой странной оппозиции из московской квартиры ведет, вещает вот такие вот вещи. Ну, такая вот странная оппозиция. Поэтому, я думаю, что это очень выгодно к Кремлю. Такая оппозиция, с такой оппозицией вообще никаких союзников не надо. Она вполне способна заменить целую дивизию на фронте. Понятно, спасибо. У нас в украинском языке есть такое слово «зрада». Так вот, вот эта зрада сейчас очень сильно разгоняется. Я объясню, что я имею в виду. Все началось с издания «Тайм», когда Саймон Шустер написал свою статью. Мы все читали, обсуждали, анализировали. После чего там в издании «Экономист», в журнале «Экономист» последовала, во-первых, колонка господина Залужного, во-вторых, его интервью. При этих телеканал NBC News сообщает о том, что ведутся какие-то переговоры о том, чтобы отдать, если все упростить, Россию отдать какую-то часть территории в обмен на мир. Опять начинается вся эта история. Она приводит к тому, что выходит президент Украины и говорит в интервью американскому телеканалу, что никакой патовой ситуации нет, ничего в тупик не зашло, все, что нам нужно, это оружие. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь исключительно об этом, мы решим другие вопросы. Путина он называет, понятно как, «fucking terrorist», да, и она говорит. И к чему это все приводит? К тому, что приходится президенту выходить и опровергать все то, что сейчас мы наблюдаем и читаем в информационном пространстве. А что, на ваш взгляд, сейчас происходит в этом смысле? То есть, почему все так активизировались? Почему вот эта зрада начала разгоняться? Почему неверно кто-то толкует, например, то, что написал Залужный? Там конкретно вырывает из контекста то, что он сказал. Так вот, что вы думаете по этому поводу? Ну, смотрите, значит, ну, во-первых, надо, вы вот к этому информационному ряду еще можно добавить статью в «Нью-Йорк Таймс», где говорится о каком-то расколе между банком и генштабом. Вот, это, собственно, такое вот ядро вот того, так сказать, информационного шума, о котором вы только что сказали. Да. Что вот раскол между Залужным и, вообще конфликт между Залужным и Зеленским. Вот, на самом деле, понимаете, тут какая история. Ну, давайте начнем с конца, с вот этого утверждения, что идут какие-то переговоры между, значит, Западом и Украиной по поводу переговоров. Извините за такую вот неуклюжую конструкцию вещевую. Значит, здесь по этому поводу можно сказать следующее. Может быть, какие-то люди, понимаете, в Украине все-таки очень много людей, они разные, и вполне возможно, какие-то люди с кем-то ведут какие-то разговоры. Возможно, эти люди имеют какое-то отношение к Украине. Но то, что официально, ни один официальный представитель украинской власти не ведет никаких переговоров с представителями Запада о мирном соглашении с Россией, это совершенно точно, потому что, ну, на этот счет есть официальные заявления того же самого президента Украины, который говорит, что такие переговоры, а, невозможны, б, официально запрещены. Просто Зеленский своим указом запретил вести подобного рода переговоры с Путиным. Точка. Поэтому никаких переговоров, ну, и кроме всего прочего, даже если брать, ну, запрет это же такая штука, сегодня запретил, завтра разрешил. То есть, это же человек, он может отменить свои, теоретически мог бы отменить свой указ. Но здравый смысл подсказывает, что это абсолютно невозможно, потому что даже если отбросить, даже если на секунду забыть о том, что подавляющее большинство украинцев не хочет этих переговоров и не готово вести переговоры в стилистике «Мир в обмен на территорию», а только такие переговоры сейчас возможны. А какие еще возможны? Переговоры о том, что Путин сдался, испугался, убежал и оставил, так сказать, территорию Украины в покое? Ну, нет, понятно, что такие переговоры... Да, Украина хотела бы такие переговоры вести, но ясно, что это утопия. Переговоры об какой-то капитуляции Украины тоже невозможно. Значит, остается только одно. Вот переговоры – это то, о чем говорил в свое время когда-то Киссинджер, о чем говорил Лула де Сильва, о чем говорил Си Цзинпень, о чем говорили там эти семь африканских президентов. То есть, мир в обмен на территорию. О чем говорит сейчас Арестович? Мир в обмен на территории. Значит, нет, этого не будет. Во-первых, потому что на это не согласны население Украины. И во-вторых, ну, есть опросы. Ну, понимаете, все-таки украинский народ является субъектом политики, причем самым главным субъектом политики. Поэтому его не перелезешь, его никак не обойдешь. И второе, может быть, даже еще важнее. Понимаете, ну, вот есть, да, есть определенная усталость. И можно ссылаться на то, что эта усталость там, она может как-то в украинском обществе тоже разъедать, как коррозия, вот эта вот решимость. Но есть еще один персонаж, который точно не готов ни к каким переговорам. Его зовут Владимир Путин. Это человек, который периодически говорит, да, мы готовы к переговорам. Но он к каким переговорам готов? Он готов к переговорам, когда Украина просто согласится на то, чтобы исчезнуть. Вот других переговоров Путин не видит. Это же совершенно очевидно. Поэтому это утопия. Это просто вот какая-то ерунда полная, которую там люди говорят, которые не знают, которые никогда не слышали ничего о Путине, ничего не знают об Украине. То есть, ну, настолько это несерьезно, что даже, ну, как-то неловко. Серьезные люди об этом говорят, вроде как неглупые, там, Арестович, еще какие-то люди говорят об этом. Это очень неловко вот слушать сейчас о каких-то мирных переговорах с Путином. Ну, давайте еще вспомним Вторую мировую войну. Кто-то, может быть, вел мирные переговоры с Гитлером, там, в каком-нибудь там 43-м или 44-м году. Вот. Это абсурдная история. Теперь, что касается, так сказать, разгоняющегося мифа, я подчеркиваю мифа, о серьезном конфликте между Зеленским и Залужным. Значит, я внимательно посмотрел и выступление Зеленского, значит, вот его вчерашнее большое интервью, и выступление Залужного, публикации Залужного в «The Economist». И, понимаете, это два разных человека, которые занимают разные должности. И цели у этих выступлений различные. Значит, у Залужного это анализ, военный анализ того, что происходит на фронте, и конкретный разговор о том, что необходимо сделать для того, чтобы победить. Ни малейшего. Вот интерпретация типа того, что вот Залужный говорит, что все в тупике, все пропало, значит, гипс снимают, клиент уезжает. Вот такого рода интерпретации, публикации Залужного, это абсолютное передергивание и вранье. Залужный говорит, вот в настоящий момент нам необходимо, да, затяжная война выгодна Путину, выгодна России, нам необходимо, и дальше перечисляет, что необходимо. И говорит о пяти вещах, которые нужно сделать для того, чтобы победить. То есть, еще раз, общий вектор и выступления Залужного, и выступления Зеленского, это разговор о том, что надо сделать для победы. Причем они разными словами, в общем-то, говорят одно и то же, фактически одно и то же. Внимание, вот здесь вот очень важная вещь, которую выпускают многочисленные интерпретаторы. Зеленский говорит о том, что нам нужна новая стратегия. Так, Залужный говорит о том, что нам необходимо, сейчас попробую почти дословно цитировать, нам нужно изобрести порох для того, чтобы преодолеть вот этот вот тупик. То есть, и тот, и другой говорит о необходимой смены курса, смены курса, смены стратегии. И тот, и другой говорят, они говорят разными словами одно и то же. Одно и то же. Ну, наконец, вот люди, которые пытаются увидеть в темной комнате черную кошку, если ее там нет, вот пытаются увидеть вот этот вот раскол между банковой и, значит, генштабным. Там, где его нет, да, любое разделение властей, а в Украине это разделение властей между политической и военной властей, безусловно, вне всяких сомнений, на стыках вот этого разделения. Вот это разделение, а есть стыки. И на стыках этого разделения, конечно же, наверняка происходит трение. Наверняка. Я в этом ни секунды не сомневаюсь. Но мы не знаем, какие это трения. Мы не знаем, в чем они заключаются. И пытаться увидеть вот в этих двух или нескольких выступлениях какой-то раскол, разлом, ну, это на самом деле такая вот какая-то работа очень странная. Поэтому я не увидел там серьезно. Там есть разные подходы. Зеленский говорит о политической части этого процесса. Заложенный говорит, адресуясь к западным партнерам, о том, сколько чего необходимо. Что необходимо превосходство в воздухе, необходимо, так сказать, средства радиоэлектронной борьбы. Говорит о проблемах, когда, говорит, что мы зашли в тупик. В какой тупик? В технологический тупик, как в Первой мировой войне, когда действительно, так сказать, ну вот он говорит, в чем проблема этого тупика. А мы все видим. Они нас видят, мы их видим благодаря вот этой вот радиоэлектронной борьбе. И говорит о том, что да, нужно изобрести порох. Зеленский говорит примерно то же самое другими словами. Поэтому, вот я полагаю, что здесь есть разные вещи, вот в этом во всем медийном шуме. Есть люди, которые искренне просто смотрят и говорят, ну смотрите, один говорит одни слова, другой другие, и пытаются в этом увидеть противоречие. А есть люди, которые пытаются вбить клин, реально вбить клин между руководством политическим и военным в Украине. Потому что я думаю, что это на самом деле такая последовательная и, возможно, эффективная политика. Потому что ясно, что Путин победить Украину не может военным путем. На поле боя не получается. Не получается никак. Вот уже сколько там с помощью огромного количества трупов завалили трупами, Бахмут взяли, сейчас Авдеевку пытаются завалить трупами. Не получается победить Украину на поле боя. Что надо сделать, чтобы победить Украину? Ну вот давайте все подумаем, что надо сделать, чтобы уничтожить Украину. Для этого надо взорвать Украину изнутри. Ну правильно ли? И что для этого надо сделать? Давайте по пунктам перечислим, что надо сделать для того, чтобы уничтожить Украину. Вот это же на самом деле очень простая загадка. Для этого надо, во-первых, давайте перечислим по пунктам. Во-первых, надо поссорить военное и политическое руководство Украины, то есть Зеленского с заложным. Во-вторых, что очень тоже важно, надо провести в Украине выборы в 2024 году. Что такое выборы? Это люди перестают вообще заниматься чем угодно, занимаются выборами. То есть это скандал, это раздраи, это взаимные обвинения, это война компроматов. Мы сейчас это наблюдаем. Вы же вспоминали некоторых персоналей, да? Да. Ну как мы упоминали при персонале? Это Алексей Арестович, например, который активно агитирует за выборы в 2024 году. То есть на самом деле это вот такая вот история, что надо для того, чтобы угрожить Украину. Надо для этого, во-первых, рассолить Зеленского с заложным. Во-вторых, надо организовать выборы в 2024 году. Ну и в-третьих, надо сейчас разгонять всевозможный компромат и на того, и на другого. И на Зеленского, и на заложного. Для того, чтобы... Ну вот реально, когда говорят о том, что Зеленский плох, с Зеленским победить невозможно. Ну хорошо, предложения какие? Просто по тому, что кто-то считает, что Зеленский... Я сейчас вообще категорически не обсуждаю персональное дело Зеленского. Предположим, что Зеленский очень плох. Как вы собираетесь его изменить? Говорят о коалиционном... Вот еще одна... Еще один бред, который несут вот эти вот люди, которые просто не понимают. Они, может быть, добрые, они, может быть, желают победы Украины. Вот говорят о том, что необходимо сейчас коалиционное правительство. Простите, это как? Вот что такое коалиционное правительство? Коалиционное правительство создается в парламентской стране, значит, какой-то коалиции победивших партий. Значит, необходимы выборы. То есть, необходимо сейчас пропустить Украину через катастрофу выборов в условиях войны, когда вообще непонятно, кто голосует. Значит, треть Украины оккупирована, какая-то часть, значительная часть, несколько миллионов человек находятся за пределами страны. Кто-то находится там, несколько миллионов находится в России, угнана фактически в неволю. Огромное количество находится в Европе, кто-то находится переселенцами, так сказать, бездомными в самой Украине. На фронте как устроить? То есть, я хорошо себе представляю полемику на фронте в одном окопе. Вот они начинают разбираться, кто там за Зеленского, кто за Порошенко, кто за Арестовича. Ну и что? Это как вообще? Как вот в такой ситуации, как устраивать выборы? То есть, это на самом деле самоубийство страны. И вот люди всерьез об этом говорят. Коалиционное правительство, кто его будет назначать? Зеленский сам сойдет с ума и сам себе оппозицию внутри правительства будет устраивать. Ну вот, понимаете, то есть люди произносят слова, значения которых явно не знают. Поэтому с моей точки зрения, да, безусловно, еще раз я хочу подчеркнуть. Я считаю, что критика очень важная, нужна критика в том числе и Зеленского, и там Залужного, кого угодно. Но, и она важна и нужна, но она в любом случае не должна, так сказать, вносить предложения самоубийственные для Украины. А такими предложениями являются предложения выборов и переговоров с агрессором. С Путиным переговоры не бывают, просто невозможны, потому что этот человек не способный на переговоры. И вот эти три вещи, о которых здесь говорится, выборы в Украине, переговоры с Путиным и там коалиционное правительство и еще какая-то ерунда. То есть фактически это, в общем, три пункта самоубийства Украины. Мне кажется, это важно. Да, ну и раскол между Зеленским и Залужным. Это вот те вещи, которые могут похоронить Украину. Мне кажется, люди, которые все это предлагают, они либо не понимают, что они предлагают, либо эти люди просто являются врагами Украины. Так я бы сказал. Игорь Александрович, а вот позвольте обратиться к вам с таким вопросом. Если отбросить все какие-то негативные, неприятные, откровенно говоря, зрадности, если так можно сказать, аспекты, которые мы в том числе упоминали здесь. И спасибо вам за то, что мы разобрали детально то, что произошло. И там, ну вот не вешайте ярлыки там, ни скандал, ни, я не знаю, как-то еще это, ни зрады это все называть, а просто обозначить как ситуация, да, вот то, что произошло. Так вот, может ли эта ситуация позволить нам получить вот тот самый порох, о котором пишет залужный, о котором говорит президент Зеленский? Сработает ли это так, что вот, посмотрите, ребята из республиканской партии, которые отказываются голосовать за этот пакет, предложенный Байденом, и дайте, пожалуйста, нам это оружие, потому что ситуация вот таким образом складывается. Первое. И второе. Мало кто обратил внимание, но позволяет ли эта ситуация, если мы уже так это все обозначаем, вернуть Украину, украинскую войну в международную иностранную повестку информационную? Потому что фокус внимания, как мы уже обсуждали многократно, сменился, да, сместился на израильский конфликт. Работает это все или нет? Ну, в какой-то степени может быть, понимаете, но это такой, значит, это, ну, я бы сказал, слишком дорогая цена. То есть, если вы имеете в виду, что благодаря вот этому скандалу, ну, понимаете, как... Я имею в виду, как бобочный приятный эффект, скажем так. Понятно. Ну, это так. Это... Есть такой способ обратить на себя внимание, это взорвать гранату в собственном доме или в своей собственной машине. Ну, внимание на себя можно обратить посмертно. Да, то есть, знаете, как в таких случаях говорят, что любое упоминание полезно, кроме некролога. Ну, в данном случае это будет некролог. То есть, я думаю, что это слишком дорогая цена для того, чтобы обратить на себя внимание конгрессменов из республиканской партии, чтобы они сказали, да, что-то там происходит. Ну, не знаю. Опять, я не готов, так сказать... Я понимаю ход ваших мыслей, я понимаю, что в нем есть абсолютно рациональное зерно. Да, этот скандал всегда привлекает внимание. Но, во-первых, я не знаю, какое воздействие... Я все-таки не американист, я прошу это иметь в виду. И я не знаю, какое воздействие окажет на вот этих вот... Ту часть, подчеркиваю, ту часть, сравнительно небольшую часть республиканской партии, в Конгрессе имеется в виду, конгрессменов, которые сейчас вот разбили этот пакет, и которые сейчас, ну, в том числе, некоторые из них выступают против помощи Украины. Не уверен, что вот этот скандал, он их переубедит. Может, наоборот, укрепит их мысли. Ну, смотрите, там они никак не могут у себя разобраться, так, может быть, и не надо им помогать. Пусть сначала разберутся. Я не знаю, как это работает. Но, в любом случае, я считаю, что это слишком дорогая цена, чтобы обратить на себя внимание американской прессы. Это слишком дорогая цена. Ещё раз говорю, есть разные способы на себя обратить внимание, в том числе, взорвать бомбу в собственном доме. Да, Юрий Савченко, я имею в виду, что непроизвольно. Вот непроизвольно, да? То есть, вот есть ситуация, а что мы из этого можем получить? А вот такая вот история. Какой-то приятный эффект в этом контексте, да, вот в такой плоскости. Я это с первого раза понял то, что вы сказали. Я понимаю ход ваших мыслей, но я не уверен, что это именно так сработает. Понятно. Не уверен. И цена слишком дорогая, ещё раз подчётку. Слишком дорогая цена. В таком случае, если можно, возвращать ли это Украину в международную повестку? То есть, уводит ли как-то акцент от Израиля и возвращает ли к нашей теме? Ну, в какой-то степени да. В какой-то степени возвращает. Но, опять-таки, есть всё-таки, понимаете, тут, скажем, вот это вот арабо-израильский конфликт, это конфликт, затрагивающий огромные пласты интересов. Ну, давайте так. Скажите, пожалуйста, вот, ну, опять-таки, мы оба с вами, насчёт себя точно знаю, насчёт вас не уверен, но я не являюсь американистом. Ну, какое-то представление об американской политике имею. Не очень значительное, но я представляю себе примерно структуру лоббизма в Соединённых Штатах Америки. Так вот, я могу сказать, что еврейское лобби, ну, вот, еврейское, да, не израильское, а именно еврейское лобби в Соединённых Штатах Америки очень могущественно. Вероятно, да. Ну, во-первых, потому что, извините, еврейский народ, он, как бы, состоит из двух частей. Примерно половина, он чуть больше сейчас живёт в Израиле, а другая половина – это диаспора. И самая большая диаспора – это Соединённые Штаты Америки. Это очень влиятельная диаспора, и там действительно любая угроза Израилю очень-очень болезненно ощущается. Поэтому, вот, сегодня израильский конфликт, он на первом месте. А теперь зададимся вопросом, насколько влиятельна украинская диаспора в Соединённых Штатах Америки. Ну, всё, да, вопрос риторический. Ещё в Канаде как-то так, а вот поэтому, я думаю, что мы не перебьём никаким образом, так сказать, актуальность сегодня арабо-израильского конфликта. Так что здесь тягаться невозможно в плане лоббизма. Так что здесь, безусловно, это, ну и кроме всего прочего, это действительно конфликт, который тянется десятилетиями, а если посмотреть в глубь веков, то тысячелетиями. Ну, правда, не арабо-израильские, но, по крайней мере, вот в целом, вся эта история с проблемой еврейского народа. Поэтому это всё вот очень резонансная штука, очень чувствительная, тем более, что, в общем, это касается глубинных интересов Соединённых Штатов Америки, потому что речь идёт о Ближнем Востоке. Ну, в общем, короче говоря, этот конфликт не перебьёшь никакими информационными сенсациями. Вот, но в целом, ещё раз подчёркиваю, давайте всё-таки обратимся к цифрам. Вот тот пакет, который временно разбили, пакет, который был представлен, это 60 с лишним миллиардов Украине и 14 миллиардов 300 миллионов Израиля. Соотношение, видите, вот реальное по цифрам. Да, конечно, Украина намного больше, ей больше надо, но, тем не менее, вот всё-таки Соединённые Штаты Америки, несмотря на всё то, что я сказал, на соотношение лоббистских группировок, тем не менее, всё-таки остаётся на почве верности Украины и Украине. И вот я абсолютно убеждён, кстати говоря, что это временная вот эта вот заминка с тем, что разбили этот пакет. Я абсолютно уверен, что эти 60 с лишним миллиардов будут реализованы на пользу Украине. Там же не просто передача, это не то, что кешем все эти банковские упаковки будут передаваться лично Зеленскому на карман. Речь идёт о том, что это будут деньги, которые будут потрачены в основном в самих же Соединённых Штатах Америки на военное производство для того, чтобы помогать Украине. И это будет обязательно, я в этом абсолютно убеждён, ну не знаю, через две недели, через месяц, но это произойдёт обязательно. Поэтому вот то, о чём говорит генерал Залужный, это будет, это будет у Украины, будут Украины и самолёты, и будут Украины и средства радиоэлектронной борьбы, и ПВО, и всё остальное, что требует генерал Залужный. К сожалению, может быть не так быстро, как надо бы, но это всё произойдёт. Огромное вам спасибо за этот эфир, очень круто получилось, очень интересно. Берегите себя и до скорой встречи. Спасибо, всё вам доброе, удачи, успехов вам и вашему каналу, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok